Не свободная девушка, ну как, конечно же, духовно я свободна, но, тем не менее, у меня есть супруг, с которым я уже много лет вместе, мы счастливы, мы вместе с подросткового возраста, с 16 лет. А чем он занимается? Он тоже тем, чем его занимается? Ну, могу сказать одно, он полностью поддерживает мою идеологию, как и я, он трансгуманист и имморталист, мы стремимся к бессмертию. Вот, а сам по себе он как бы занимается совершенно другим бизнесом, у него свое частное детективное агентство интернациональное, и он как бы занимается своими делами. Ну, естественно, если я прошу в чем-то мне помочь, найти какого-то там, не знаю, технического специалиста для клуба, вот опять же, таки он мне помог, то, естественно, он мне помогает. Так он занимается своими делами, помимо этого он юрист, у него своя юридическая фирма. А вот вы говорите, что вы с ним с подросткового возраста, а вот было такое, ну, не знаю, что там какие-то очень богатые мужчины там хотели вас заполучить там из-за вашей внешности, из-за вот этой ассоциации с Барби. Ну, что, может, были какие-то такие ситуации, что хотели там, ну, любовницу может из вас сделать, или как-то сильно там ухаживали, жениться там хотели, какие-то высокопоставленные там люди. Да, таких людей было довольно много, даже один из моих друзей, ну, там вместе песни записывали, однажды вдруг ни с того ни с сего пригласил меня в круиз, хотя я знала, что он женат, и я вообще говорю, а как твоя жена? Да, он такой, ну, то есть вообще вот абсолютно беспардонные люди, которые, видимо, думают, что если они занимаются какой-то грязью, то и я тоже этим занимаюсь, так удивлялись, что мне это неинтересно. Конечно, таких историй было масса просто, ну, и те люди, которых я считала своими друзьями тоже в какой-то определенный момент, давали мне понять, что они смотрят на меня с романтической точки зрения, что меня, естественно, очень разочаровало, потому что я начала сомневаться в дружбе между мужчиной и женщиной. Ну, а сейчас как? Я думаю, что сейчас тоже за вами там поухаживать пытаются. Как вы вообще к такому относитесь? Как вы там отказываете или что? Как вы реагируете на внимание? Вы знаете, я сразу же перехожу в очень официальный тон общения, например, такие люди, которые пытаются, грубо говоря, как говорится, в народе подкатить. Я сразу же перехожу на «вы» и отвечаю очень сухо и говорю, что со мной можно только посотрудничать. И они, как правило, очень быстро теряют интерес, потому что видят, что, ну, просто я им не по зубам, и тратить на меня лишнее время, когда можно найти девушку, которая легко согласится, они сразу же, грубо говоря, ищут что-то попроще. Знаете, как говорится, есть такой пример, когда висит яблоко красивое на дереве наливное, никто за ним не полезет, а те, что гнилые валяются, то очень даже ничего, и они перебиваются этим.